нет перед тем как начать я хочу вас кое-что спросить прошлое видео первое в этом сезоне посмотрела всего две тысячи человек я не понимаю я сделал что-то не так я сделал что-то плохо или youtube не послал вам уведомление о том что есть новое видео давайте сделаем так перед тем как начнем смотреть это видео мы все нажмем колокольчик или проверим в каком он состоянии знаете где он вот тут и тогда вы будете получать уведомления о тех видео которые появляются на моем канале я надеюсь что вы будете все-таки смотреть ну поехали в одно субботнее утро мы посетили станей необычное для нас мероприятие это знаменитое ежегодное состязание по гребле под эгидой пражского мэра приматорский заво или просто приматор соревнования эти всегда проводятся в один из летних месяцев перед этим тщательно прогнозируются погодные условия выбирается наиболее пригодный для проведения подобных соревнований месяц и тогда все желающие зрители активно собираются на набережной и могут лицезреть это чудо а соревнования проводится с 1910 года и тогда так же как и сейчас люди собирались на набережной и наслаждались зрелищем с розовым маслом пахнет понюхай а мы станей еще смогли насладиться благоуханием роз перед маусским монастырем а это мой новый друг мой учитель английского языка американец русского происхождения родившийся в америке и никогда не бывший в россии я с ним повышаю свой уровень знаний чему несказанно рад если вам это будет тоже необходимо в праге ссылку на него и оставлю в описании мы стане приехали в одно удивительное как обычно место никогда не были город в котором она находится называется ждиарна цазаву город мы еще посетим чуть попозже там есть интересный замок который я вам должен показать а пока мы летает самолет не знаю получится дроном летать или нет сегодня ты что решила послушать зачем там этот церковь святого я на непомудского одного из самых главных святых чешской республики она была построена в начале 18 века на зеленой горе рядом с городом ждиарна цазаву какой интересный вид друзья мои смотрите здание имеет форму пятиконечной звезды одного из атрибутов этого святого но смотреть на нее лучше сверху и а и 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 потрясающая атмосфера друзья мои мы стоим на холме вот под этой вот церковью о которой я вам только что рассказал и напротив нас озеро и у этого озера стоит замок а замки я вам тоже расскажу потому что принадлежит он семейству кинских есть одна история слушать забыл сказать друзья что здесь все поле все в каких-то цветах причем ромашках василька я сейчас дальше я вам покажу вот поиграем любит не любит любит меня владимир или не не любит любит не любит не любит любит не любит любит не любит короче любит он меня то не я понял что это сочетание ромашек я не знаю чем смотрите павлиний глаз все знаешь не пахнет такое место вроде ничего особенного там что-то здесь есть в этом атмосфера какая-то да какая-то какая-то здесь такая энергетика очень правильная настроение по крайней мере улучшилось и и Субтитры создавал DimaTorzok Недавно я прочитал у своего друга, фотографа и исследователя Владимира Поморцева, небольшую заметку о грузинской княгине Тамаре Дмитриевне Амелохвари в замужестве графини Кинской. Последние четверть века она прожила в родовом имении мужа в небольшом чешском городе Ждярна от Сазавы, в котором мы сейчас находимся. Праздник княгини Амелохвари происходит из грузинского селения Горья и хорошо знал сапожника Виссариона Джугашвили и его сына Иосифа. По семейному преданию именно старый князь отправил будущего Сталина учиться в православную семинарию, а потом прятал его у себя в имении от царской охранки. Сталин отплатил своему благодетелю тем, что в 30-е годы практически полностью истребил всех проживающих в Грузии представителей рода Амелохвари. Тамара родилась 29 июля 1935 года в Париже, куда после революции перебралась ее семья. Ее отец, полковник Дмитрий Амелохвари, стал национальным героем Франции. Он воевал в составе иностранного легиона и погиб в сражении в 1942 году. Два года спустя в автокатастрофе погибла мать княгини Ирины Амелохвари в девичестве княжна Додиани. Тамара с братом тоже находились в этой машине и чудом выжили. В 1958 году Тамара вышла замуж за чешского графа Рацлава Кимского, вынужденного эмигрировать из своей страны после прихода к власти коммунистов. Когда в 1993-м дворец в городе Ждярна-Сазава вернули по реституции прежним владельцам, семья перебралась туда. После войны Тамара Амелохвари почти 40 лет проработала в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии в Вене. Недавно вы смотрели сериал «Чернобыль». Все вспоминали эту страшную трагедию. Так я думаю, что в зале, где Легасов выступал в 1986 году, читая свой пятичасовой доклад на конференции экспертов Мегате в Вене, вполне могла быть она. Мой друг Владимир Поморцев написал «Я встречался с княгиней Амелохвари ровно 16 лет тому назад». Первым делом она сказала «Только вы наверняка будете смеяться над моим ужасно смешным русским». А потом она заговорила на удивительном языке с красивым грузинским акцентом. Тамара Амелохвари умерла совсем недавно, 17 апреля 2019 года, в кругу родных в Париже. Ее похоронили на знаменитом русском кладбище Сен-Женевье в Дебуа. Мне очень жаль, что я не успел пообщаться с ней, ведь она могла столько рассказать. Тем более, она так охотно в последние годы встречалась с журналистами и давала интервью. Но все надо делать вовремя. Уходят люди. И вместе с ними уходит история, которую часто мы уже никогда не узнаем. Надо успевать обо всем расспрашивать старшее поколение. Не забывайте этого делать. Едем по направлению к дому. И знаете, такое интересное ощущение, я бы сказал, что с одной стороны мы в стиле замок, который по большому счету не сильно себя представляет. То есть, там смотреть не так много чего можно, но какое-то совершенно потрясающее оставляет у себя ощущение. Я тебе хочу сказать, ты в очередной раз мое воображение удивил. Мне очень понравилось. Потому что, да, не так далеко это от Праги находится. Там на расстоянии 140-130 километров. В общем, доехать можно. Конечно, нас удивила история этой прекрасной женщины Тамары. И необыкновенной красоты. Необыкновенной красоты. Она умерла буквально, вот я уже об этом говорил, в апреле месяце этого года. Но так, что даже еще на ее фотографиях нигде нету даты смерти, да, вот для того, что там подписано еще, вот это вот все живое еще. Так что, если будет возможность посетить это место, не пожалеете. Так что, вот такие вот места есть интересные, которые в первую очередь интересны тем, что есть какая-то живая история. Поэтому, когда вы посещаете или планируете посетить какое-то место, вы обязательно почитайте, что там было, кто там жил. И сто процентов найдете какую-то интересную историю, которая вас заинтересует. И оставит тем самым это место неосгладимый какой-то у вас отпечаток в вашей памяти. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok